Часть вторая. Первым функциональным языком был и остаётся по сей день язык LISP, который мы будем с вами изучать. Это название происходит от английского LISP Processing, что в переводе означает «обработка списков». Ну, правда, шутники из-за большого числа скобок, вы с этим сами скоро столкнётесь, LISP иногда шутливо расшифровывают как «lots of idiotics» или «parencises». Иногда также говорят, что есть английский глагол «lisp», который означает «лепетать». Вот, младенцы, которые ещё не умеют говорить, они лепечат. Ну, вроде бы как, это намёк на то, что искусственный интеллект начался с лепетания, с языка LISP. Ну, это всё шутки и домыслы. Язык появился в 1956-1958 году прошлого века. То есть это старый язык, один из самых старых языков, если не самый старый. Сейчас мы не могли бы назвать LISP чисто функциональным языком, потому что LISP мультипарадигменный. В нём можно писать программы в духе императивных языков, таких как Pascal, C или Fortran, с использованием переменных и циклов, а можно писать в чисто функциональном стиле. LISP допускает сочетание парадигм программирования. Иногда это бывает очень удобно, поэтому его называют мультипарадигменным. Вот автор LISP. Это знаменитый американский математик, один из предтичей современных разработок в области искусственного интеллекта. Джон Маккарти. Кстати сказать, Джон Маккарти родился в семье иммигрантов, кажется, из Литвы. То есть с некоторой натяжкой его можно считать даже нашим соотечественником. Но он родился в Америке, с детства проявлял большие математические способности. И вот в 50-е годы придумал на основе лямбдоисчисления Чорча, Алонзо Чорча, о котором я вам говорил раньше, придумал язык LISP. Ну и со студентами своими, с энтузиастами, реализовал его на одной из машин ранних фирмы IBM. Кстати сказать, Маккарти был человеком таких левых убеждений. Он симпатизировал Советскому Союзу, часто бывал в Советском Союзе, в частности у вас он в Сибирске. И вот в Академгородке есть даже в лесу аллея Маккарти, по которой Джон Маккарти вместе с Андреем Петровичем Ершовым прогуливались, обсуждая вопросы информатики. Их с Андреем Петровичем, значит, Маккарти и Ершов, они дружили, их связывала дружба. А вот. А что можно делать на этом языке? LISP является языком универсальным, поэтому, в принципе, на LISP можно делать всё. Ну вот вам несколько примеров. Давайте рассчитаем факториал достаточно большого числа. Вот, смотрите. Запускается программа. Вот. Эта программа написана на LISP, хотя она имеет, в принципе, приемлемый нормальный графический интерфейс. И мы вводим число, ну, например, 100, и получаем 100 факториалов. Все значащие цифры. Это громадное число, оно равно примерно 9 на 10 в 157 степени. Кстати, если вы захотите вычислить это значение на каком-либо традиционном языке, вам придется писать много самодельного кода, вам придется запрограммировать сверхдлинную арифметику самим, потому что стандартный тип LONG и даже там LONG-LONG не вмещают такие громадные числа. А если вы будете использовать плавающую точку, тип DOUBLE, то вы получите число правильного порядка, но не получите всех его значащих цифр, а только 15-16. А LISP всегда, так сказать, от веку был языком со сверхвысокой разрядностью для, неограниченной разрядностью для целых чисел. Это было когда-то его уникальным свойством, но сейчас это уже свойственно не только LISP. Сейчас так дело обстоит и в Haskell, и в Python, и в некоторых других языках. В промышленных языках, таких как Java и C++, есть стандартные библиотеки, которые позволяют ввести вычисления с такой точностью. Но когда-то LISP был единственным. Давайте посмотрим еще примеры. Вот примеры графики, что обычно производит на начинающих впечатления и очень нравится. Вот посмотрите, элементарная графика. Как она реализуется в LISP? Рисуем треугольники. Это все программируется на LISP и не так трудно. Рисуем круги. Рисуем эллипсы. Рисуем просто цветные точки. Рисуем прямоугольники. Рисуем муар. Это интересный узор с виду. А на самом деле рисуется он очень просто. Это просто система двух слегка сходящихся прямых. Ну, тут есть другие. Вот достаточно симпатичная картинка. Цветные соты. Плоскость заполняется правильными шестиугольниками. А потом эти шестиугольники заливаются случайными цветами. Из достаточно широкой палитры. Вот как это выглядит. Достаточно симпатично. Некоторые другие примеры. Но мы их опустим. Уже, в общем, все понятно. На LISP можно делать и простейшую анимацию. Вот, как видите, шарик, который мечется в прямоугольнике. Вот другой шарик мы сгенерировали. Вот третий шарик. Таким образом. В LISP можно рисовать фракталы. Вот простейший фрактал кривая дракона. Тут нужно задать порядок этой кривой. Ну, зададим не слишком высокий порядок, чтобы он побыстрее нарисовался. Вот кривая дракона восьмого порядка. Одним словом, можно рисовать графики функций. Есть черепашья графика. То есть управление пером, которое оставляет след. Вот как это выглядит. Нарисовали две звезды с разным количеством лучей. Одним словом, с графикой у нас все понятно. И вот рассмотрим более серьезный пример. Смотрите, что здесь происходит. Здесь запускается Microsoft Excel. В нем автоматически создается диаграмма трехмерная. И она вращается. Ну, понятно, что это делает Microsoft Excel. Но управляет этой диаграммой и управляет поведением Microsoft Excel. Небольшая программа на LISP. Ну, надеюсь, что вы поняли, что позволяет делать LISP. А теперь давайте неторопливо изучать этот язык, чтобы нам самим дойти до этих возможностей. С какими объектами работает LISP? В LISP есть на самом деле объекты всего двух видов. Это атомы и списки. В этом смысле LISP язык очень простой. В мире LISP есть только объекты двух видов. Атомы и списки. Сейчас разберем, что это такое и с чем это едят. Вот атомы. Атомы – это произвольная цепочка символов, которые есть на клавиатуре. Никаких ограничений практически не накладывается. Единственное, что пробел является разделителем атомов. Поэтому внутри этих цепочек не может быть пробела. Вот правильные атомы. А, А, Б, 1, А, амперсант 1 и так далее. Вот в первой строчке перечислены правильные представления атомов LISP. При этом никаким знаком не придается особого смысла. Вот, например, минус А – это не значит, что мы отнимаем А или уменьшаем А. Минус – это просто такой же знак, как и буква. Некоторые из этих символов могут иметь правильное представление, могут представлять правильное число. Например, 1,2 или 41. Вот такие атомы и представляют числа в LISP. Я чуть-чуть забегаю вперед. Кроме того, есть три особых атома. Нил – пара пустых скобок, стоящих рядом. И атом Т, которые в LISP имеют особый статус. Мы с этим скоро столкнемся. Ну и среди всех атомов есть еще особые атомы вот такого вида, как строчка АСДФ, заключенные в двойные кавычки. Такие атомы называются строками. Вот не надо путать просто А и А в двойных кавычках. Просто А – это обычный атом, а А в двойных кавычках – это тоже атом, но строковый. Не являются атомами пробел. Это синтаксический знак, который разделяет символы. Отдельно стоящие скобки не являются атомами. Не является атомом точка. Ну и всякие кавычки, апострофы. А все остальное, в общем, атомом является. Кстати сказать, внутри строк, заключенные в двойные кавычки, могут встречаться, конечно, и пробелы. Ну, строки в этом смысле похожи на строки обычных традиционных языков программирования. Список. Список – это группа атомов, один или более атомов, заключенных в скобки. Ну, кстати сказать, просто пара скобок – это так называемый пустой список. Мы видели такую конструкцию на предыдущем слайде. Ну, не пустые списки выглядят так. Вот просто какой-то атом, заключенный в скобки – это список из одного элемента. Несколько атомов, разделенных пробелами и заключенные в скобки – это тоже список из нескольких атомов. Ну и на каждом месте внутри списка может стоять атом или список, устроенный аналогичным образом. Вот такие структуры данных называются рекурсивными. Список – это рекурсивная структура данных в ЛИСПе. Поэтому вот тут перечислены общие виды списков, которые могут быть. Вот пример правильных списков. Список А, Б, С – три элемента. А, Б и С – в этом списке три элемента. Они заключены в скобки. Корректное представление списка. Вот список. Один, два, три и четыре, пять, шесть. Два элемента, которые являются списками. И они заключены в общие скобки. То есть это список из двух элементов, каждый из элементов которых является списком. И последний пример – это просто список из четырёх элементов. Вот примеры конструкций, которые не являются списками. А, Б, С – три отдельно стоящих атома – это не список. А два других примера – один, два, три, четыре, пять, шесть и F, X, Y, Z – тут проблемы в другом. Здесь не хватает скобок. В одном случае не хватает закрывающей скобки, а в другом случае не хватает открывающей. Есть такая терминология. Атомы и списки вместе называются S-выражения. От английского symbolic expression – S-выражение. Так иногда и говорят. И в русском языке это выражение тоже присутствует. Теперь есть такое понятие – LISP-машина. Это как раз интерпретатор, исполнитель программ на LISP. Человек взаимодействует с LISP-машиной, вводя ей на вход S-выражение и получая в результате некий отклик. Иногда взаимодействие с LISP-машиной, иногда и часто называют циклом REPL. Что значит REPL? Read, то есть читать, evaluate, то есть вычислять, print, печатать, ну и всё это вместе зациклено. То есть LISP-машина ждёт от человека, скажем, или от какой-то программы, ждёт очередного S-выражения. Приняв это S-выражение, она его вычисляет по определённым алгоритмам. Сейчас мы разберём, как происходит вычисление. И результат возвращает, либо печатает человеку, либо возвращает тому, кто его запросил. Это называется цикл REPL. А что является результатом вычисления S-выражения? Вот я на этом слайде тут поставил значок вопроса. Ну, понятно, что поскольку в мире LISP нет ничего, кроме атомов и списков, то есть S-выражений, LISP работает с символическими выражениями, то стало быть, результатом вычисления выражения тоже является другое выражение. Вот как выглядит цикл REPL. S-выражение читается, вычисляется, и результат, который тоже является выражением, печатается. Теперь самое важное. Мобилизуйтесь, это нужно хорошо понять. Потому что без понимания того, как вычисляются значения в LISP, вы не поймёте дальнейшее. Если у нас атом даётся на вход LISP-машины, и этот атом представляет собой корректное изображение числа, строки, или это атом T или NIL, то вычисление значения тривиально. Значение такого атома совпадает с ним самим. Вот такие объекты в языках программирования называются самоопределёнными. Поэтому можно сказать и так. Если на вход LISP-машины подаётся самоопределённый атом, то его значение совпадает с ним самим. Раз. Во-вторых, атом можно превратить в переменную, присвоив ему некоторое значение. Ну, подобно тому, как мы в обычных языках программирования присваиваем значение переменному. Вот если атому присвоено такое значение, то при вычислении значения атома, атом заменяется на вот это присвоенное ему значение. Ну, грубо говоря, если мы присвоили атому x значение 5, то при вычислении значения x мы получим 5. Это понятно. И последнее, самое важное. Если на вход LISP-машины подан список, то первый его элемент рассматривается как имя функции, а оставшиеся элементы, если они есть, как аргументы этой функции. И делается попытка вычислить функцию. Все дальше, все зависит от того, есть ли такая функция и нет ли в ней ошибки. Если такая функция есть, ее можно вычислить, она вычисляется, получается результат, который печатается. Теперь давайте подумаем, а всякое ли S выражение можно вычислить? Всякое ли S выражение имеет значение? Ну, во-первых, как ни странно, заведомо не имеют значения списки, у которых первый элемент – это не функция, не имя функции. Например, вот как ни странно, список 1, 2, 3, если мы сунем его на вход LISP-машины, LISP-машина выдаст состояние ошибки. Потому что единица – это не функция, единица – это число. LISP отличает такие атомы. Если мы даем на вход LISP-машины атом, который не является самоопределенным, ни атом t, ни атом nil, ни строка, и он не является переменной, то есть не получал значения, то тоже возникает состояние ошибки. А все остальное подлежит вычислению. Поэтому не всякое выражение имеет значение, ответ отрицательный. И надо понимать, какие выражения вычислить можно, а какие нельзя. Вот s-выражения, которые вычисляются, которые можно вычислить, они называются формами. Мы иногда будем этот термин использовать. Теперь, как вычисляются функции? Для того, чтобы вычислить функцию, сначала вычисляются все аргументы. Каждый аргумент – это очередной элемент списка, начиная со второго. И вот этот аргумент после вычисления заменяется своим значением. После этого делается попытка вычислить функцию. Вот именно в этом месте проверяется, а первый-то атом списка функцию задает или что-то другое. Если первый атом списка задает функцию, то она получит управление, начнется вычисление. Если первый атом списка функцию не задает, то возникает ошибка. Мы это скоро все увидим на практике. После того, как все оказывается благополучно, выполняется алгоритм функции, а результат вычисления возвращается тому, кто его запросил. Это либо человек, который взаимодействует с листом машины, либо другая функция, которой этот результат нужен. Вот на этом слайде показан пример вычисления простого S-выражения. Плюс 1, 2, 3. Порядок вычисления такой. Все начинается с того, что проверяется атом 1, имеет ли он значение. Атом 1 – это число, самоопределенный атом, поэтому с ним ничего не происходит, значение равно 1. Аналогично со вторым и третьим атомом. Потом проверяется, является ли плюс функции. плюс функции является. Ее можно выполнить. И в результате 1, 2 и 3 складываются, получается 6. Вот более сложный пример. Здесь сначала вычисляется первый аргумент, который в свою очередь является S-выражением. Вычисляется он совершенно аналогично тому, как вычислялось простое выражение предыдущего примера. Проверяется двойка. Имеет значение 2. Тройка имеет значение 3. Плюс – это корректная функция. Плюс выполняется, получается 5. Аналогично вычитается из четверки 5, и получается минус 1. И, наконец, на финише происходит умножение, и получается правильный ответ – минус 5. Тут нужно сделать важное замечание. Существует три формы записи выражений. Инфиксная, когда знак операции располагается между операндами, А плюс Б. Префиксная, когда знак операции располагается перед операндами, плюс А, Б. И постфиксная, когда знак операции располагается после операндов, А, Б плюс. Инфиксная форма традиционно. Мы используем ее в школе, в вузе. Вся математика основана на инфиксной нотации или инфиксной форме. Префиксная форма используется как раз в ЛИСПе. Ну, а те из вас, кто знает, что такое, например, обратная польская запись, то вот для них я специально говорю, что в обратной польской записи используется постфиксная форма. В ЛИСПе, как я уже сказал, используется префиксная форма записи. Это непривычно для тех, кто привык манипулировать формулами инфиксной записи. Но, тем не менее, если привыкнуть, то оказывается, что у такой формы записи есть и плюсы. Вы в этом скоро убедитесь. На этом конец второй части.